Здравствуйте, это Факты и Мнения. Сегодня Всемирный день гражданской обороны. Ее основатель Жорж Сен-Поль, французский генерал медицинской службы, часто говорил, необходимо до войны, до начала враждебных действий, определить, каким образом можно будет облегчить учить население после начала войны. Делать это уже поздно. Как вести себя при пожаре, как помочь близким в случае стихийного бедствия, как действовать для спасения жизни в экстренной ситуации. Эти основы важно знать каждому из нас. Эти правила повышают шансы на спасение своей жизни и тех, кто рядом. Гражданская оборона – это эти самые сирены, которые мы слышим периодически. Очередная такая проверка пройдет в Краснодаре и других кубанских городах утром 3 марта. А вот как можно отличить учебную тревогу от реальной и как действовать в обоих случаях и выясним прямо сейчас. У нас в студии Дмитрий Дробченко, начальник отдела мероприятий гражданской обороны, подготовки населения, управление гражданской обороны, защиты населения, главное управление МЧС России по Краснодарскому краю. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. По поводу сирен. Их мы услышим 3 марта утром в 10 с чем-то, в 10.40, да? Где-то с 10 до 11 часов будет проверка системы оповещения в этом промежутке. В этом промежутке. Ну вот, кстати, сегодня было планировано совещание в мэрии Краснодара, и как раз Евгений Первышев сказал о том, что да, есть эти проверки, но часто само население не совсем понимает, как реагировать на эти звуки. Давайте разбираться. Ну, конечно. Значит, сигнал вой сирены, который все население слышит, этот сигнал обозначает внимание всем. По данному сигналу население... Но невозможно не обратить внимания. Да, невозможно не обратить. Поэтому сигналу гражданское население, находясь там дома, на работе, должно включить любой федеральный телеканал или радиоканал, по которому будет проходить звуковая информация. То есть диктор будет сообщать, что же произошло. Для этого, поэтому подается сигнал внимания всем, чтобы привлечь внимание населения. Население обязано включить телевизор, радиоточку и прослушать текстовое сообщение. В данном случае, 3 марта, все услышат о том, что проходит проверка системы оповещения. Ну, если ты находишься далеко и от телевизора, и от радиоприемника, ну, просто вот занимался своими делами, шел по улице, и это же будет слышно. Как делать? Какие движения нужно делать? Куда прятаться? Не прятаться? Будет это учебная тревога? Что делать в случае, если это будет уже реальные события? Вот я же так понимаю, что ваш отдел в том числе направлен на то, чтобы разъяснить населению, как действовать уже в настоящем, при настоящем ЧП? Это так, но дело в том, что информацию прослушивают по радио, по телевидению, там даются все рекомендации. Если это учебная, будет информация, что это проводится учебная какая-то тренировка или еще что-то, на данный момент это проверка системы оповещения. Если это какой-то действительно сигнал, что что-то случилось, это наводнение или это какое-то стихийное бедствие, значит, будет доводиться информация гражданам, что где, в какое время, в какой зоне, какое население туда попадает, чтобы данное население предприняло те или иные какие-то действия. Это уже будет реальная ситуация? Да, это в реальной ситуации, то ли это, если наводнение может быть подняться где-то на верхние этажи, если наоборот землетрясение или что-то где-то, надо наоборот покинуть здание, помещение, выйти на улицу. То есть все действия будут населению... Это будет проговариваться? Конечно, это все будет доведено. И все будет рассказано. Если надо прийти, где-то будут организованы пункты сбора населения, будут пункты временного размещения разворачиваться, вся информация будет до населения доводиться. Население это услышит и будет действовать уже по тем рекомендациям, которая будет им доведена. Вот периодически, как мы сказали уже, мы слышим эти звуковые сирены. Есть какая-то система в этом плане у МЧС, по какому графику подают эти сигналы? Вот, допустим, ближайшие у нас будет в этом году, наверное, первая проверка, да? Это первая проверка. 3 марта, да? Допустим, весна. Да, на данный момент в соответствии с законодательством в этом году планируется проведение двух таких проверок. Первая проверка уже обозначили март, вторая проверка это будет в октябре. Данный график, план утвержден первым заместителем губернатора края Алексеенко. И по этому графику проверки эти проводят. В предыдущие годы, конечно, были чаще проводились эти тренировки, ну и произошло изменение в законодательстве, теперь будет две таких тренировки. А сколько раньше было? Раньше проходило ежеквартально. Ежеквартально. А не маловато дважды в год? Население успеет привыкнуть к такой ситуации? Ну, дело в том, что помимо того, что населению эта информация как бы доводится, да, население все-таки работаем, чтобы население чаще все это дело знало и училось этому, вот, также проводятся и занятия с населением. Вот, это тоже одна из, как бы, задач гражданской обороны подготовка населения. Вот давайте к занятиям чуть позже. Закончим с сиренами. До прошлого года сирен было, они классифицировались на пять таких подтипов, да? Это не просто звук какой-то, который у нас в ушах мы привыкли слышать. Вот поясните, чем они отличаются, эти самые сирены? Ведь это было раньше внимание всем, воздушная тревога, отбой, разумеется, воздушной тревоги, радиационная опасность, химическая тревога. Как они отличаются? Это прерывистость? Только вы можете, как специалист, отличить? Нет, никогда не было различия, потому что сигнал внимания сирен, это и был вой сирены, по которому население также обязано было включить, и потом доводились сокращенные сигналы. Они также могут передаваться по рации, по телефону, то есть имели сокращенное название. Химическая тревога, радиационная опасность, воздушная тревога. То есть вот эти сигналы, они были введены заранее. Сейчас пришли к тому, что оставили один сигнал внимания всем, чтобы население знало, что вот по сигналу внимания всем мы включили телевизор, а уже по телевизору, по радио мы услышали, что именно, какой до нас будет, какая информация доведена, по каким действиям, как мы должны дальше действовать. Так проще будет людям сориентироваться, как думаете? Думаю, да. А продолжительность сирены, чтобы люди поменяли? В течение пяти минут. Есть какие-то нормативы? Ну, так, чтобы четко нет, но тоже долго сирены держать не надо, поэтому в течение пяти минут они будут, народ уже услышит население и уже будет знать, что надо включить телевидение, радио. И после этого, конечно, отключают. Ближайший день проверки, это 3 марта, как мы сказали, не только в Краснодаре прозвучит этот вой сирены, еще муниципалитеты и районы подключаться. Все это будет в одно время, и это одна кнопка, один палец нажимает эту самую кнопку, или на местах можно регулировать это все? Значит, это региональная автоматизированная система централизованного оповещения. Она, да, имеет пульт единый здесь в крае, то есть при нажатии одной кнопки мы имеем возможность включить все сирены Краснодарского края во всех районах, во всех городах. Но также и муниципалитеты имеют свои такие же пульты управления, чтобы, если есть необходимость именно включить именно в этой местности, в это время сирену, они такие же пульты имеют, они имеют такие же вот кнопки, которыми они нажимают и свое население, своего района, своего города оповещают. То есть наша задача, услышав утром 3 марта вот этот вой сирены, для себя просто сделать галочку, что да, вот, я ее услышал. И включить телевизор. И прослушать какие-то сообщения и понять, в случае чего, как это будет выглядеть, ну, не дай бог, в реальной ситуации, да? Да. Давайте теперь про занятия и с населением, и о том, как сами специалисты, сами спасатели, сотрудники МЧС готовятся к этому, вообще, что включает в себя комплекс мероприятий гражданской обороны. Я знаю, что вот недавно ваши коллеги из Тихорецкого района провели как раз ко Всемирному дню гражданской обороны тренировку, так это называется? Да, они провели в молодежном центре тренеров, ну, и занятия, и тренировку с молодежью, волонтерами по вопросам, как действовать при тех или, ну, при различных чрезвычайных ситуациях, в том числе продемонстрировали, какие средства спасения имеются, как правильно транспортировать, как, например, с высотного здания снимать человека, какие имеются для этого приспособления, веревки, как они правильно фиксируются. То есть все эти занятия были проведены. Сегодня также в Тихорецком районе также прошло занятие в школе по вопросам эвакуации учеников из школы. То есть для детей теперь уже, да? Да, провели эвакуацию детей из школы, дети построились во дворе с ними, там также провели еще дополнительно занятия по различным действиям в чрезвычайных ситуациях. А также потом на завершающем этапе было проведено демонстративное разворачивание боевого расчета пожарной части. А какие придумывают ситуации, ну как это принято назвать, легенды, да? То есть это чаще пожары или наводнения? Что это? К чему вы готовитесь? В основном, конечно, у нас для того, чтобы подготовить и спасателей, и население. У нас два раза в год проводятся учения на территории края. Вот когда мы готовимся летом к паводкоопасному периоду, пожароопасному периоду. То есть у нас имеются легенды, да, вводные для муниципальных образований, какие там могут произойти различные чрезвычайные ситуации на территории того или иного муниципального образования. По этим вводным муниципальное образование, естественно, отрабатывают свои вопросы. Спасатели, наши спасатели пожарной, пожарно-спасательной части свои вопросы отрабатывают. Все тренируются, то есть повышают свой профессиональный уровень. На вашей памяти были случаи у нас на территории региона, когда реально сирена звучала и нужна была опасность? Или не прозвучала, допустим? Ну, такие, конечно, были случаи, когда в 2012 году при Крымском районе должны были включить сирены, но из-за того, что произошло подтопление трансформаторных подстанций, энергоснабжение было этих подстанций отключено, тем самым было отключено и сирены. Ну, такой исключительный случай, наверное, да, уже там были сделаны выводы. Вот мы не зря сказали о том, что были среди сигналов радиационная опасность, химическая тревога. Тут, наверное, особое внимание и спасателей, и население должно быть, средства защиты уже другие должны быть, это и противогазы. У нас имеется запас в крае создан, запас средств индивидуальной защиты. Они хранятся на складах и в особый период, когда необходимо будет эти средства защиты выдать населению, они будут выданы. Запасы созданы, они имеются в полной, в стопроцентной готовности к выдаче и население будет обеспечиваться. Дмитрий Сергеевич, минутка у нас осталась. Понятно, что для вас, как для спасателей, это особые какие-то правила, как провести этот день, Всемирный день гражданской обороны. А нам, жителям края, что нужно делать? Может быть, это повод задуматься, все ли мы знаем, как правильно действовать в ситуациях, или, может быть, нужно записаться на какие-то курсы и в МЧС обратиться, чтобы пополнить свой багаж знаний? Ну, здесь, да, на территории края имеется у нас учебно-методический центр Краснодарского края, имеются в восьми городах курсы гражданской обороны. Также созданы учебно-консультационные пункты, на которые можно прийти любому гражданину. В основном, именно для консультационных пунктов, и учебно-методические кабинеты, и есть уголки гражданской обороны. Все это создано в целях для того, чтобы любое население, которое и не работающее особенно, могло прийти и ознакомиться с той или иной информацией. Там находятся люди обученные, они расскажут, все покажут. То есть, все это в доступе, да? Это работает. Спасибо. Это было мнение Дмитрия Дробченко, начальника отдела управления гражданской обороны и защиты населения, главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Пусть все у вас будет хорошо. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова